Хоть почитаю вопросы. Я думаю, что если молодежи доверять, я тогда сидел в военкомате. Я все пересню. Основное свободное время, конечно, я в соцсетях. Передаю привет всем болельщикам. Молодчики они. Пересню еще раз. Всем пока. Ну, кстати, было им достаточно интересно. Я тогда сидел в военкомате. Вот, получал приписное свидетельство. И смотрю листы новости в МХЛ РУС. И вижу, что меня признали лучшим нападающим в октябре. Ну, я примерно догадывался, что все так и будет. Потому что у меня получилось достаточно много очков набрать. Вот. И, не знаю, просто ждал этого момента. Вот. Признали и отлично. Я это говорил. Не стараюсь особо не зацикливаться на этом. Потому что это иногда мешает. Сейчас ты будешь думать об этом. На пользу тебе не пойдет. Ну, сейчас достаточно часто захожу. Потому что мы все близко идем там. Вот. И, конечно, хочется догнать и первого бомбардера. Вот. Сколько у нас там? Два очка разница. Вот. Сейчас часто достаточно слежу. А в плане, вот, кто заездает дня, это за этим особо не слежу. В плане статистики, да. Так, да, конечно, подписаны. Да. Основное свободное время, конечно, я в соцсетях провожу. В Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме, там, Ватсапе и тому подобное. Вот. Поэтому все новости, в принципе, я вижу и читаю. Ну, интересно достаточно. Ну, ответственность за результаты, я думаю, каждый в команде чувствует. Ну, конечно, я все-таки уже достаточно немолодой по меркам МХЛ. Ну, я как бы и в том году достаточно так часто, ну, мне доверяли. Да и даже в первый сезон. Вот. В плей-оффе мне уже там даже в шестером как-то раз, да, я на всю жизнь запомнил, доверили выйти. Так что, в принципе, я к этому спокойно отношусь. Вот. Просто я понимаю, что нужно оправдывать надежды тренера, тренерского штаба. Вот. И играть в свою игру. Ну, да, есть в МХЛ, в Бостоне Дэвид Пастерняк. Вот. И в Колорадо Нейтан МакКинон. Вот. Мне очень они нравятся. Вот. Ну, даже все-таки больше Дэвид Пастерняк, потому что мне очень нравится, как он играет. Вот, как он шайбой владеет, катание, броски, введение площадки. Ну, в нем все есть. То есть, тоже. МакКинон, там, бросок сумасшедший. Скорость, дриблинг. Ну, я в основном с них пример беру. Ну, прежде всего, я должен понимать, что они от меня хотят. Вот. Выполнять это, естественно. Главное, вот, то, что мне говорят, чтобы я не боялся играть, ошибиться не боялся. Вот. Играл в свою игру нагло, уверенно. Вот. Ну, и, как бы, выполнял тренерскую установку. Я, кстати, заметил в этом сегодня, потому что много молодых привлекается. Я, ну, достаточно знакомых у меня уже тоже сыграла. Вот, в этом году в первой команде. Ну, это классно, на самом деле, то, что хоккей не стоит на месте. Вот. Подключают молодых. И если, вот, как показывает практика, молодым доверяют. Вот. И они играют хорошо. Очки набирают. Вот. Пример хороший. Кубок Карелла. Сборный. Он всех обыграл. То, что молодчики они. То есть, я думаю, что если молодежи доверять, вот, они будут чувствовать доверие тренера. Да, конечно, будет нелегко все-таки, там, это другой уровень КХЛ. Но все равно они будут, я думаю, уверен, с каждым матчем увереннее играть и прибавлять в своих игровых качествах. Как я помню, с Дизелистом я матч сыграл. И два матча с Белгородом. Вот. И тогда, ну, они считались достаточно, ну, сильными командами. Вот. И вот после этого года, я даже знаю, что из Белгорода много человек, они в МХЛА потом играли. Я особо такого сильного различия не понял. Ну, да, в МХЛ все потехничнее, вот. А там все-таки больше борьбы и там силовых приемов. Вот. В таком роде. Ну, но трофей, это, понятное дело, что замахнуться мы должны. Я считаю, что мы можем спокойно. Почему у нас всегда, как бы, на протяжении, сколько вот у нас, у МХЛ, там все время хорошая команда. Ну, и черепавца. Тем более, в этом году у нас тоже хорошие ребята. Так что я не вижу никаких препятствий, чтобы не замахнуться на кубок и на высокие места. Да, в этом сезоне, конечно, с лидерами у нас не получается, с конкурентами, точнее, прямыми, зацепиться. Нет, точнее, мы как, у нас игры равны, но вот все время чего-то вот чуть-чуть не хватает. Я даже не знаю, с чем это связано. Вот единственное, кто вот у нас красная армия. Вот, вот. Ну, мы у них три очка из четырех на выезде забрали, а так, ну, пока, пока не получается. Но я думаю, что все-таки дома мы, когда будут игры с прямыми конкурентами дома, мы точно заберем у них очки. Когда вот мы с разминки приходим, и остается до раскатки ледовой 20 минут, вот тогда я музыку включаю. Вот, все время. А так вот до матча, не знаю даже, Никита Гуслистов может включить, Рохор Корбетт. Ну, там много кто, много кто. Ну, да, у нас есть одна песня, которая за три минуты до выхода звучит. Вот, мы ее всегда включаем и под нее выходим. Это зарубежный дополнитель SexNine, песня Билли. Вот, она всегда звучит перед играми. Да, есть, но я стараюсь их не разглашать, потому что если они, если я смогу добиться своих целей, тогда я уже скажу об этом. А так, пока буду умалчивать это. Передаю всем привет болельщикам Алмаза и желаю здоровья и счастья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...